Рюкзак-бронежилет Это тяжело признавать, однако условия реального мира таковы, что никогда не знаешь, когда может пригодиться бронежилет. Ходить в нем каждый день не получится, как минимум это не слишком удобно. Как максимум можно показаться странным людям вокруг. Если вы последнее время все чаще задаетесь вопросом о том, как же защитить себя и своих близких, это изобретение от компании Citizen Ama наверняка вам понравится. На первый взгляд может показаться, что это самый обычный, ничем не примечательный рюкзак. Однако обратите внимание на петли, расположенные на лямках. Если за них потянуть, то оказывается, что рюкзак обладает раскладной конструкцией. В считанные секунды из него вытягивается бронежилет, который в критических ситуациях способен спасти жизнь. Пользоваться рюкзаком от Citizen Ama очень просто, его конструкция интуитивно понятна. Процесс раскладывания занимает не более двух секунд, что определенно является преимуществом. Кроме того, бронированная накладка может быть отсоединена и прикреплена к любому другому рюкзаку, либо ее можно носить вообще без рюкзака. Дроны ProDrone. Зачем использовать дрон для того, чтобы перемещать вещи, когда эти самые вещи можно превратить в дрон? Именно таким вопросом в определенный момент задались специалисты японской компании ProDrone. Так появилось изобретение, которое вы прямо сейчас видите на экране. PD-ANI — это комплект съемных модулей, которые в буквальном смысле способны превратить любую вещь в дрон. Единственное условие — объект должен иметь подходящую для крепления модулей форму. Примечательно, что хотя части дрона работают как единое целое, они не соединены между собой проводами. А еще перед полетом они автоматически калибруются относительно друг друга. Таким образом, все, что требуется от человека, это присоединить части дрона, взять в руки пульт и начать управлять движением летающего объекта. Модули могут работать как четверкой, так и шестеркой. Максимальный вес, которые не выдерживают 15 килограмм. Ну а для тех, кому кажется, что установка отдельных модулей — это слишком долго и сложно, был разработан вот такой дрон. Модель получила название PD-6B AWARM. Его грузоподъемность составляет 20 килограмм, а максимальная скорость движения — 60 километров в час. Для того, чтобы переносить предметы с места на место, этот дрон используют манипуляторы с клешнями на конце. Зеглайды. Далеко не все изобретения нового уровня сложные и полезные только в каких-то специфических ситуациях. Иногда их цель — улучшение качества жизни людей и помощь в экономии времени. Взгляните, к примеру, на этот удивительный девайс для мойки Зеглайды. Вряд ли на планете найдется хотя бы один человек, который никогда в своей жизни не мыл окон, а значит, вы наверняка знаете о том, насколько сложно иногда бывает очистить внешнюю сторону стекла. Зеглайды создан как раз для того, чтобы решить эту проблему. Устройство состоит из двух частей, в каждой из которых установлен магнит. Перед началом мойки нужно лишь разместить каждую часть по разные стороны стекла. Когда магниты начинают взаимодействовать друг с другом, работа по очистке окон выполняется в два раза быстрее. Примечательно, что магнит достаточно мощный, чтобы с его помощью можно было очищать даже толстые стекла до 28 мм. Обратите внимание на нить, которая прикреплена к глайде с внешней стороны. Это своеобразная страховка, которая гарантирует, что если что-то пойдет не так, глайды останется цел и не упадет вниз на землю. The Scorpion 2 TMA Каждый день дорожные рабочие подвергают своей жизни большой опасности. Не слишком внимательные автомобилисты легко могут врезаться как в человека, так и в спецтехнику. Уже почти 20 лет компания Traffic Devices занимается спасением жизней, выпуская на рынок специальные аттенюаторы. На всякий случай уточним, что в физике аттенюатор – это устройство, предназначенное для плавного ступенчатого понижения интенсивности колебаний. Здесь же аттенюатор предназначен для более мягкой остановки автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия. То, что вы видите на экране – обновленная, более совершенная модель, выпущенная буквально несколько лет назад. Ее цель – повышение уровня безопасности дорожных рабочих. В первую очередь автомобилисты обращают внимание на яркий желтый цвет, что дополнительно помогает перестроиться и избежать аварий. В случае же, если автомобиль все-таки не успевает перестроиться, он не врезается непосредственно в рабочую спецтехнику. Scorpion 2 TMA оказывается препятствием, которое эффективно поглощает энергию удара. Боковые алюминиевые трубы разработаны так, чтобы при ударе деформироваться, захватывая транспортные средства с разных сторон. Так они обеспечивают более полную защиту и машины, и спецтехники. Выглядит изобретение, как прицеп, который может быть присоединен к любому транспортному средству. FarmBotExpress. Очень скоро садоводство и еда собственных грядок станут доступны каждому. Даже людям, которым лень самостоятельно ухаживать за растительностью и выдирать сорняки. Все потому, что на рынок было выпущено вот такое интересное изобретение. Это FarmBotExpress, который с легкостью перекладывает все обязанности по уходу за грядками на себя. Устройство приезжает к заказчику на 95% собранным, а потому установка и отладка не занимает больше часа. После этого FarmBotExpress начинает заботиться об огороде практически полностью самостоятельно. Устройство способно посадить семена, а затем поливать их по установленному графику. Расположение растений на грядках выбирает человек с помощью мобильного приложения или компьютера. Несколько раз в день робот самостоятельно сканирует почву при помощи камер, чтобы заметить, распознать и сразу же удалить сорняки. Поразительно, но садоводство вместе с FarmBotExpress больше напоминает увлекательную игру, чем изнурительный труд. О приложении стоит поговорить отдельно. В него внесены все распространенные растения, которые только могут быть посажены. Благодаря этому робот знает, как часто нужно поливать зеленый лук, клубнику, перец и многое другое. А еще он знает, сколько каждому ростку нужно пространства, чтобы наверняка превратиться в полноценное плодоносное растение. Ветрогенератор Anakin Напоследок мы покажем детище одного из крупнейших производителей ветрогенераторов в мире. Компания Anakin не случайно занимает лидирующую позицию на рынке в родной стране, в Германии, и пользуется чрезвычайной популярностью в других странах. Ветрогенераторы — это будущее электрической промышленности. Они преобразовывают кинетическую энергию ветра в механическую, вследствие чего вырабатывается электричество. Иными словами, это один из доступнейших способов производства электроэнергии без вреда для окружающей среды. Ветрогенератор Anakin отличается от прочих других своей внутренней конструкцией. Например, внутри находится относительно небольшое количество подшипников. Такая особенность уменьшает механическое напряжение, стоимость обслуживания, но в то же время увеличивает долговечность системы. Таким образом, эти ветрогенераторы не только безопасно для экологии вырабатывают электричество, они еще и позволяют делать это более экономически выгодно. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны! Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!